сегодня поступил к нам на ремонт вот такой вот триммер который называется good luck вот причина обращения не заводится проверим и диагностику ну внешне так осмотр пока еще не особо диагностику не проводили просто внешний осмотр и что мы видим первое в бак был залит бензин с водой причем пропорция очень интересная круче чем масло тоже разводят 50 на 50 примеру было воды и масла боя бензина вот соответственно мы его слили вот это вода попала в карбюратор будет надо будет почистить карбюратор 1 2 бачок треснул вот данное видео будет как раз про бачок у нас есть новый бачок вот но мы сейчас открутим и посмотрим может быть мы сможем отремонтировать этот бачок штук от конечно же будет дешевле как мы любим людям делать мы стараемся не обдирать людей делать максимально дешевле и как говорится практично быстро просто сейчас мы разберем посмотрим бак у нас данной модели держится тут защита бака металлическая идет вот она держится она у нас на четырех винтах и сам бачок держится как обычно на двух винтах вот сейчас мы открутим и посмотрим болты откручиваются шестигранником на 4 но могут быть конечно же и под обычную крестовую отверточку 20 стороны 20 стороны это мы снимаем защиту защиту бака бак треснут очень сильно прям ли вам течет поэтому даже не знаю сможем ли мы его запаять теперь будем снимать непосредственно бачок здесь у нас будет уже шестигранник на 5 но хотя могут быть конечно же и на 4 а может быть и под отвертку быть старайтесь когда снимаете чтобы шайба у нас не улетели туда в магнит скидываем шланги тут видно все в потеках все бензин прямолился в магнит и соответственно летел со всех сторон вставляем его в стороночку и сейчас посмотрим что у нас тут баком так сейчас мы его протрем чтобы увидеть где у нас тут повреждения бачки редко лопаются снизу только то есть только его уронить в основном ломается как правило возле ухо крепления но здесь мы видим у нас трещина идет прямо сильная вот туда здесь с этого с этого ухо у нас целая но я вот и видел что она вот отсюда прямо ли вам льется попробуем запаяем сейчас паяльником если не получится будем менять на новый бак берем обыкновенный паяльник и начинаем прогревать пластик пропаивать его немножко как бы сушка пластик на трещину нагоняем попа поглубже про пропаять герметиками я разными пробовал заматывать герметики не держит ни хрена может еще какое-то время небольшое поддержит конечно но очень небольшое вот так вот ремонтирую я уже давно бачки не у нас уже долго угол конечно дырку там новую не пропаять и так вот пластиком прям замазывайте всю эту трещину и прогревать ее хорошо чтобы нас появилась еще внутри там ведь у нас как получается как новенькая как обычно сейчас мы все это дело соберем сейчас еще на карбюратор почистим видео будет еще про карбюратор а потом выйдем и заведем по тарахтим послушаем посмотрим течет ли наш бензин ну вот так вот как то так все больше здесь повреждения не было поэтому бояли только это место сейчас мы немножечко здесь почистим и соберемся это назад так немножечко мы тут протерли протерли защиту бак наш уже к этому времени тут все остыло вот высох вот теперь мы поставим назад трубочку мусора куда случайно не попала и ставим бачок на место вот ставим его тут вот резиновые пятачки они у нас упираться вот сюда должны в бачок не повредился вот так его и устанавливаем теперь берем болт здесь у нас на 5 шестигранник бачок надо подтягивать очень хорошо иначе если открутится болт очень большой риск что его нам засосет вот сюда вот в магнит зажигания там вам соответственно может нанести очень серьезные повреждения как зажиганию модуль самому так и магниту что подтягиваем очень хорошо но при этом конечно же мы должны сорвать резьбу если мы он будет еще подтянули теперь ставим защиту здесь вот есть такой специальный зажим он нам бак подтягивает крепится на него сюда поджимая вот с этой стороны у нас были короткие винтики здесь уже ключик мы используем на 4 миллиметра здесь здесь тоже короткая с той стороны уже будет подлиньше здесь тоже подтягиваете ну конечно же ни в коем случае не доводите до того чтобы сорвать резьбу вот с этой стороны у нас уже стояли длинные вот мы сейчас ее сюда поставим вообще проблема баков очень часто основном конечно это рассыхаются вот здесь резинки со шлангами это основная вообще подавляющая большинство поломок но также конечно же как данном случае трещина это тоже бывает вот так что если у вас очень большие потеки бензина по треймеру идут отремонтирован если у вас большие потеки идут с отсюда с отсюда или же отсюда как видите здесь все вот у нас масло бензиновых смесях это однозначно бачок если где-то здесь будет сальник или что-то таких сильных потеков быть не может сильные потеки идут только от повреждения бачка вот бачок повреждается как я уже говорил в основном возле ушек так что если вы снимете можете посмотреть возле ушел где-то вот скорее всего будет у вас трещинка либо же у нас рассыхается вот это вот резинка менять да и и вот ну в данном случае уже бачок отремонтирован вот пропускать он не должен мы сейчас еще потом сейчас карбюратор посмотрим потом пойдем заведем вот по поводу замены бачка и ремонта бачка это все а вот по поводу карбюратора сейчас ним еще отдельное видео так в данный пример было залито бензин очень сильно был разведен водой по какой причине это получилось мы уже не будем разбираться это уже не столь важно но так как папа была вода вот скорее всего что она уже попала в карбюратор и соответственно пример уже заводится не будет снимаем крышку воздушного фильтра откручиваем корпус фильтра и за одну карбюратор открутиться у нас это два вот этих вот винта в данном случае используем шестигранный ключик на 4 миллиметра вот карбюратор наш откручен так как мы видим даже при внешнем осмотре здесь у нас нету прокладки но в принципе прокладки нет это такое возможно вот но то что с него капает вот это вот все это вот видите к примеру пузырек потом плавает это вода вода которая плавает у нас на бензине вот соответственно карбюратор надо разбирать внутри скорее всего мы найдем тоже воду скидываем тросик просто легко тут скидывается вот и приступаем к разборке карбюратора кстати вот этот теплоизолятор сейчас тоже с ними посмотрим под ним все ли там в порядке или нет так подготовили ванночку бензина и разбираем наш карбюратор давайте сперва сполоснем чтобы весь рассказать вся грязь смылась разбираем откручиваем снизу 4 винта так я их открутил и смотрим что у нас здесь вот она вода прямо видите текет с него сейчас я здесь немножечко вытру эту воду но это определенно вода дальше открываем и это тоже вода это уже не бензин вот все это мы в бензине сполоснем кстати если бензине сполоснем у нас вся вода которая здесь могла остаться она у нас стечет на дно нашей вот этой вот ванночки бензиновый и соответственно в карбюраторе воды уже не останется сполоснули я чуть-чуть промочу бумажечкой чтобы легче было работать мне вот эту воду мы тоже выливаем так как карбюраторе была вода я разберу его весь потому что могла где-то остаться тогда будет потом нехорошо вот может опять туда в наши мембраны засосать и соответственно она кстати видно плавает стараюсь конечно показать чтобы вы видели на видео внутри вон там плавают это есть водичка вот если мы увидим она у нас на 1 туда ушла в карбюратор она уже не попадет в данном случае да человек конечно случайно как он как мне кажется он что-то бормотал что оставил под дождем бутылку с бензином что такое не знаю так это не так вот но бывают и чисто случайные моменты когда вода попадает в карбюратор к примеру вы в пластиковой бутылке носите бензин и разбавляете его а потом вы когда разводите у вас на дне может остаться вода а когда вы заливаете в триммер если вы заливаете прямо с бутылочки с этой и все выльете до конца то как раз эта вода у вас в бак и попадет а когда работает триммер очень большая вибрация бензин летает там по всему баку соответственно это вода попадет нас все равно как ни крути хоть даже там я немного будет но она все равно попадет каких-то количествах в карбюратор и блокирует его работу соответственно наш карбюратор уже работать как следует вниз так мембранку тоже мы споласкиваем вот здесь мы все у у вас уже уже все прочистили теперь мембранку ставим вот таким вот образом она у нас сюда встанет вот накрываем вот этой частью так она у нас накрывается здесь у нас уже все в порядке вот эту мембранку ставим вот так теперь ставим вот эту часть праймер который будет у нас подкачки топлива и собираем уже сам праймер ставим все ставим винтики 4 винта закручиваем вот после таких действий уже должен должен завестись наш триммер если все будет в порядке как я думаю вот сейчас единственное мы еще посмотрим что у нас под теплоизолятором творится вот и попробуем его собрать откручиваем теплоизолятор что-то у нас тоже слабее походу не прикручены фига он держится на двух болтах шестиграник на 4 в данном случае но бывает еще и под отверточку тоже вот там видим воду скорее всего в поршневой конечно тоже вода но снимать поршевую поршневую мы будем мы просто сольем и когда заведем лишние остатки этих капель они просто у нас испаряться конечно все протираем смотрим прокладочку прокладочка у нас хорошая прикручиваем на место подтягиваем следим так чтобы резьбу мы с вами не сорвали прокладки как мы помним между карбюратором и теплоизолятором не было но мы поставим есть у меня прокладочка потому что на мой взгляд она там должна быть так берем с вами карбюратор корпус воздушного фильтра собираем ставим нашу прокладочку так вот и прикручиваем к теплоизолятору подтягиваем но подтягивать надо аккуратно потому что можно повредить вот здесь вот у нас вытянуть гайки в теплоизоляторе прям тогда придется менять теплоизолятор поэтому аккуратненько подтягиваем но не перетягиваем того что вы завернете сумасшедшей силой тут ничего полезного не будет вот устанавливаем тросик на место будет отрегулировать тут конечно все тросик на установленное место если она должна у нас попасть с одной стороны вот в этом кольце широкая с другой тонкой вот на широкую к этой стороне чтобы наш тросик туда зашел вот так вот вот теперь когда мы на курок газа зажмем соответственно работает здесь мы сейчас потом подтянем ну и собственно сейчас мы заведем я не буду пока ставить сам воздушный фильтр чтобы мне больше так сказать обзора было лучше видно сейчас мы соберем оверни пойдем заведем и уже потом соберем корпус фильтра и отдадим нашему клиенту подписывайтесь на наш канал заходите на наш сайт look to точка room и мы научим вас сделать инструмент по крайней мере хотя бы какие-то такие небольшие ремонты не углубляясь уже совсем далеко но хоть что-то вы уже сможете сделать по крайней провести хотя бы диагностику так внешний осмотр и какие-то мелкие проблемы вы уже сто процентов сможете исправить вот но если будете смотреть все наши видео то соответственно конечно же вы и более конкретные ремонты сможете делать всем удачи пока итак дорогие друзья вот он наш триммер на котором мы клеили бачок при помощи паяльника заплавили запаяли здесь все вот и в который у нас с вами был залит бензин смешанный с водой прочистили карбюратор промыли его также в бензине сейчас заведем посмотрим работает или нет соответственно заправили нормальный бензин разведенный все работает отлично подписывайтесь на наш канал заходите на наш сайт look.ru всем удачи пока